Здравствуйте, меня зовут Суслик и сегодняшний достаточно короткий, но очень важный выпуск будет посвящен такой вещи как Offset. Начнем с определения. Offset в момент времени соответствующий первому биту песни. Параметр Offset используется при создании тайминга карт, а также регулируется в игре, если по каким-то причинам имеется рассинхронизация музыки и карты. Иными словами, Offset определяет точку отчета BPM, соответственно, положение на временной прямой кругу относительно карты. Существует три типа Offset – глобальный, локальный и онлайн. Глобальный Offset, мы о нем говорить не будем, настраивается для всех карт одинаково. И, в общем-то, его настройка зависит от конфигурации компьютера, аудиопериферии и вашей реакции. Онлайн-Offset настраивается так называемыми батами Bitmap Approval Team. Они устанавливают этот Offset на уже ранкнутые карты, если в них обнаружилась ошибка с Offset. Так как карты онранкать нерезонно, решили просто ввести такую вещь, как онлайн-Offset. Ну и локальный Offset, о котором мы сегодня поговорим, устанавливает Offset непосредственно на одну какую-то карту. Вот. Зачем нужен Offset? Ну, допустим, вы играете карту и абсолютно все ноты вы нажали с задержкой. Или наоборот, слишком рано вы нажали все ноты абсолютно. В таком случае вам лучше бы карту переиграть и переиграть ее с определенным Offset. В результате чего ваша курси поднимется в разы, так как все ваши задержки или чрезмерно ранние нажатия превратятся, в общем-то, в хорошее нажатие вовремя. Сейчас я покажу, собственно, фрагменты из двух реплеев, где я играл карту с Offset и без Offset. Ну, начнем без Offset. Как вы видите, курси достаточно низкая, 94%, а это слабенько. Дело в том, что, ну, лично у меня так, на Double Time картах почему-то у меня постоянно нотки выбиваются намного раньше, чем они должны выбиваться. Вы это можете сейчас видеть на шкале отклонения от нуля, она находится внизу экрана. Как вы видите, собственно, шкала смещена вправо, влево, то есть смещена влево, что означает, в общем-то, то, что я спешу, нажимая на кружки, и из-за этого у меня курси плохой. Ну, вы сами все видите, все вправо, все влево, то есть вправо вообще ничего нет. Ну, только иногда, что там в скайпе, но в основном вся часть карты играется в левой части шкалы, и это неправильно. Вот здесь я уже настроил Offset, я выставил минус 10. Что означает Offset минус 10? Это значит, что кружки будут появляться на 10 миллисекунд, получается, позже. Ну, вы сами видите, шкала чуть-чуть сдвинулась вправо, Вот, и из-за этого окурси поднялась. Окурси поднялась, потому что, собственно, ну, потому что я прописал такой Offset. То есть, по сути, я играю точно так же, как на прошлом фрагменте, но теперь здесь есть Offset. Из-за этого все мои нажимания нот раньше времени превратились в нажимания нот ровно вовре. Такие дела. Какая вот важная вещь тут Offset. Как выставлять Offset? Offset выставляется клавишами мыши, ну, клавишами на клавиатуре, как видите, вот, нажимая на плюс и минус. Также можно выставлять более точный Offset, нажимая те же клавиши, сочетанные с клавишей Alt. Но это все по дефолту, это настраивается. Как выставить правильный Offset? Ну, я вижу два способа. Один из них, это выставить на ощупь. То есть, вы прикинули просто, ну, да, я где-то там на чуть-чуть отстаю, мне нужно Offset там настроить. В общем-то, я так и настраивал. Никаких заморочек. Это со временем приходит, вы просто понимаете реально, насколько вы отстаете или спешите. И уже исходя из этого, вы можете, собственно, Offset поставить. Второй вариант, это поставить Offset по значению ошибки, который отображается после того, как вы сыграли карту. Этот вариант, он более сложный, но он, в общем-то, более точный. На первое время поможет вам вообще разобраться с тем, насколько вы отстаете или спешите. Вообще, Offset показывается, ошибка показывается вот в этом окошке. Но, как видите, сейчас я не могу посмотреть ошибку, потому что это уже законченный реплей. Единственный способ, собственно, посмотреть эту ошибку, это сыграть карту. И вот, когда появится там финальный экран, там уже можно будет посмотреть. Ну, давайте сейчас, собственно, посмотрим. Ну, вот я заставил сейчас Автопилот сыграть эту карту. Вот я навел на этот, собственно, график. Как видите, появилось окошечко. И здесь есть значение Error, ошибки. Естественно, когда играет компьютер, ошибки никакой не может быть. Соответственно, ошибки нет. Однако, если будете играть вы, оно у вас будет. Вне зависимости от того, как вы хорошо играете, ошибка есть всегда. Даже когда вы играете на SS, у вас все равно будет ошибка где-то. Ну, может быть, одна сотая миллисекунд, но будет. Это значение ничтожно. В зависимости от ошибки вашей, вы можете выставить идеально точный оффсет. Это нужно, когда вы, например, играете карты с Overall Difficulty, то есть OD 10, например. Ну, типа, например, вы играете с Hard Rock'ом. У вас очень будет большой ОД. И, соответственно, как бы, возможность отклонения от нуля у вас будет очень мала. То есть, если вы будете очень сильно отклоняться от нуля, вам просто дадут 50, либо просто дадут мисс. Поэтому очень важно там соблюдать вот этот самый оффсет. Естественно, вы можете вообще никогда этот оффсет не использовать, если у вас все хорошо с реакцией и так далее. Вы просто можете с нулевым оффсетом выбивать идеально кружки. Но вот, как видите, например, у меня есть такая Мазана, ДТ, совершать вот такие вот ошибочки. Ну и, собственно, все эти ошибочки можно компенсировать оффсетом. Все, на этом про оффсет. В общем-то, я все сказал. Про оффсет в маппинге я про него расскажу позже, когда уже речь про маппинг зайдет. Ну все, всем удачи, халявных пипок. Пока.